Этого проекта, проектирования, я предлагаю послушать господина Сейнобина, так как он известный перед вами, известный архитектор города и вам детали расскажем. Это то, что мы имеем сейчас, так? Да. Уважаемые господа, я рад вас приветствовать и хочу сказать, что вот нашлись люди, которые хотят сделать в городе Юздом, наверное, единственном городе Одесского побережья, где нет марины, а город морской и, на мой взгляд, это очень хорошее дело. Для освоения предполагается неудобие, это пойменная часть речки Сычавка, она заболоченная, вот, попутно город избавится от этого малярийного среды, он однозначно получит и пользу, инвестор будет обязан привести в идеальное состояние и за ней следить. Вот. Ну и третье, это рабочие места. Четвертое, нашим проектом, если можно один планчик погадать, мы предполагаем разместить такие места, например, в зоне влияния пляжа и, собственно, гавани, южные гавани, разместить места, выделить для строительства предприятий общественного питания, высокого уровня, как это везде на Западе присутствует вдоль набережных прогулочных набережных, делаются такие предприятия, они работают и на пляж, и на гавани, и дыр какой-то. Попутно, собственно, в зоне влияния гавани и места технологической причальной стенки и площадки, яхт-клуб, собственно, здание, гостиница, автостоянки. Попутно нами предлагается сделать жилой квартальчик высокоплотной низкоэтажной застройки, то есть люди, которые купят там место для своего катера или яхты, могут приобрести здесь квартиру. И для более состоятельных, у кого побольше катера и яхты, могут поставить все коттеджи. Также выделяется место для гостевых летних домиков, собственно, для спортсменов, которые могут сюда приехать из других городов, поучаствовать в соревнованиях и так далее. Вот принципиальная вещь. Значит, для того, чтобы это заработало, необходимо провести достаточно большие гидротехнические работы, промыть канал, чтобы яхты и телевые могли заходить и, собственно, сделать, организовать причальные стенки и так далее. Помимо этого, несколько слов я хотел бы сказать. Мне город Южный не безразличен, я сюда вложил часть своего труда. И хотелось бы несколько слов сказать о морском фасаде города. Сейчас это может быть несколько утопично, но тем не менее, если сейчас не задумать, то потом может не состояться. Смысл такой же. Это внешний вид Якуба-Южная гавани. А на следующем слайде мы предлагаем как бы освоение всего побережья. В том смысле, что сделать, значит, обозначить, немножко не так, не Дубая, однозначно. Обозначить город Южный в системе Одесского залива, я в свое время разработал эскизный проект и подарил городу на растральную колонну. Есть такая гавани. Да. Поставить его на оси существующих этих зданий спортивного комплекса, гостиниц и так далее. Поставить на кромки так, чтобы кости и южане могли подниматься на высоту 100 метров, обозревать и весь город, и Одесский залив. А в вечернее время генераторная установка, которая в виде шара сделана, будет вращаться, как бы отражать лучи прожектора, днем лучи... Ну, можно передать... Эти документы есть у меня в кабинете. Есть. Спасибо, Серега, он нам подарил. Попутно. Попутно хотелось бы, когда мы вот разработали, ко мне пришли бизнесмены местные и говорят, ну, это хорошо расстраиванная колонна, она затратная. Что, какой выход? Ну, будет там небольшая церквушка, будет конгресс-зал небольшой, будет интернет-кафе, будет музей и будет художественная галерея. Это все, как бы, такие затратные вещи. А что сделать так, чтобы инвестиции пришли? Давайте сделаем большие выставочные залы, деловой центр, гостиницу. И пришла идея, что не делать вот такие высокие здания, как мы видели в Дубае, а в кромке, благодаря тому рельефу, который существует в городе Южный, это перепад метров тридцать между урезом воды и верхней кромкой обрыва, строят террасные здания. То есть они не будут закрывать город стены от моря и наоборот, а террасами спустятся, укрепят этот склон одновременно, сделается дренаж. Внизу провести проголочную набережную пешеходную с велодорожками и расширить пляж, и, возможно, на будущее там сделать и причальную стенку для котиров, яхт и, конечно же, пирс для кападажных судов из Одессы и других городов. К сожалению, мы слайд этот не разместили, но вот здесь вот есть, и мы можем по кругу передать, можно посмотреть. Спасибо за внимание. Входной канал порядка 50 метров. А глубина? Глубина? Ну, минимум 4 метра, чтобы яхта... Ну, бывают случаи, когда яхта... ГОВЕЕТ, чтобы обезопасить это, а это очень дорогие вещи. Нет, почему? Будет, если... Вокруг придется. Вокруг придется, но это будет плавустроенная дорога, пешеходная... Я позаду и вопросы, только в порядке очереди. Тогда скалы и запросим. Пожалуйста. Скажите, а подходной канал от моря что-то планируете? Кто этим будет заниматься и какую глубину? Потому что у нас будет... Этого канала, этого мало, для того, чтобы зашли современные... Нет, понятно, да, понятно, что дальше будет промываться, и эта глубина должна быть не меньше, чем 4 метра, чтобы было безопасно. С расчетом, что будет происходить заиливание и так далее, чтобы... У нас теперь происходит постоянно заиливание с Днепропольского лимана. Мы об этом знаем, и привлекли специализированную... Тут уже разработка конкретных проектов. ...немецкую организацию проектную, которая в этих вещах понимает. И первые проработки они уже сделают. Я вообще говорю, количество воды, электроэнергии... Я вам говорю, что это серьезный проект. У нас строят подстанции, это серьезный проект. Уже проект будет чушный. Маленький, особый. У нас сегодня, уважаемые друзья, вы помните, когда продавались электросети, продавались электросети, сегодня увеличили мощность во много раз нашей подстанции Сычавка, туда вложено уже более 60 миллионов в ЛНР. Да, как было договоре заключено. И они, вот это предвиденное все расширение города, они мощности подстанции сделали очень большинство. Да, пожалуйста. Вы посмотрите на те, на безопасность, на всех этих случаев, которые находятся в Магляже. Потому что здесь контакт будет непосредственно. И там же у нас есть, все же там, мы мотаем, все остальное, будет ли какая-то защита. И второй вопрос. Защита, надо будет заходить сюда. Реально нет, но может быть какой-то выбор, не преподуктор, все, будет ли какая-то защита. Мы сегодня еще не строим и завтра. Мы только говорим о детальном плане планирования изменений. Понятно, но все равно надо предусматривать. Подождите, давайте, давайте, реальность, что мы сейчас будем, какое судно зайдет в поевые. Это какие сидели, что мы составим, что мы заставим. Я вас прошу, давайте, 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 позадаем глобальные вопросы. Никакое судно, куда зайдет, таких парусов или без парусов. Серьезные вопросы. Мы говорим о изменении детального плана планировки. Мы к этому вопросу на сессию будем рассматривать минимум 10 раз. Мы там будем все глубже, глубже и глубже. Сегодня давайте о детальном, о детальном поговорим. Глобальных, пожалуйста. Мне вопрос к инвестору. Смешно, пожалуйста. Вот глобальный план. Какая смертная приблизительность всего этого проекта? Серьезно, пожалуйста. Я сейчас не готов ответить. Я к инвестору, я не к вам. Вам хватит. Сейчас я, минуточку. Порядка, сейчас мы подсчитали, порядка 70 тысяч общей площади всех зданий и сооружений. Акватория 8 гектаров и протяженность вот этих причальных стенок это где-то больше 2 километров. То есть, цифра солидная. Если инвестор может сказать конкретную цифру, трудно сейчас об этом говорить. Нет проекта, как он будет сказать? Сколько кто ехал, я сегодня, что не знаю, что вы сказали, что вы сказали, и я не хочу, потому что это только первая встреча ваша слава. Деньги колоссальные. Для города десятки миллионов долларов. Сотни миллионов. Сотни миллионов. Уважаемые коллеги, я хочу сказать, что здесь мы можем задавать кучу вопросов. Это консенсия. Консенсия развития нашей жизни. Знаете, мы можем жить, как собака, на сцене, на сцене, и кому ничего не разрешая, и не развивать дальше, и не будет не грязан, и находиться. Я надеюсь, что наша страна все-таки начнет развиваться, как цивилизованная страна, в недалеком будущем. Действительно, Марины нам нужны. И это в каждом городе, где они развиваются, в общем-то, дает определенный многие страны прошли, если кто-то инфекцию за такими вещами, очень долгий путь. И долгий путь инвестиций в доказание этих проектов. В основном финансируются в международных фондах, и инвесторы находят руки решения подходя к этим фондам. Рядом Румыния, в которой сегодня, если кто-то есть желание, тут ехать в 352 метра. Согласов не дайте, посмотрите, что там уже нужно. То же самое построили сейчас в Болгарии. И для вашего сведения, многие украинские яхты, пожарные, достаточно низкие, сегодня стоят на хранении Румынии и Болгарии, и дешевле с машином заехать, чем искать место на Украине. Тем более, закрытие Крыма. Крыма все ушли сегодня в Болгарии, а рамки вы все прекрасно знаете, все яхты сейчас ухли. Мы стоим на Украине, все стоят на Украине. Я просто предлагаю сейчас не задавать эти вопросы на карсетях, мол, какая безопасность, будут ли там акулы водиться. есть просто предложение поддержать, дать возможность нам развиваться. Потому что вы действительно тысячу раз вернемся еще в сотрудничестве вопросов на сессию, а сегодня это концепция развития данной идеи. я хочу добавить, что сегодня вопрос финансирования очень важный вопрос. В этом проекте участвуют две страны, это Венгрия и Германия. Венгрия, она как бы инициатор, а финансированный, сколько я знаю, Золтан идет в переговоре, уже есть договор на верение финансировать, проектирование из Германии. Поэтому и то, что здесь Юрий Иванов Серегин, это о чем-то говорит, что человек, заслуженный в городе Южном, и если уже Серегин здесь, значит здесь что-то есть серьезное. Здесь, это не про фанации, здесь должно что-то быть серьезным. Поэтому для нас это очень серьезный акторитет. Так, ну что? Венгрия, я вам прошу заинтересоваться на вереволюционном о том, что в той именно на том, где нет, планируется скроет, планируется нам и сегодня проектирование, очистка, ливневые, тогда мы все получите это в этом взломшем проекте, вот эта труба и вот эта красота. Я думаю, что точные воды и для того, что для службы тоже нужны будут и вега реальных годов. Это будет составляющая этого проекта. Правильно. Все? Генеральный проект. Давай, давай. Я еще буду строить в этой земле вот туда, очень заверную все наши коммуникации и дороги от этой стройки. Это надо превосходить в первую очередь, потому что, чтобы город не разрушить исходя из этой огромной стройки, которая будет там заводиться. Потому что мы его освещал, хоть тем более разрушим. Я имею в виду, что это надо преусловить за землей, дороги, потому что построимся в 2-м микрорайоне и знаем, что это такое. Пока дает нас среди свои... А я знаю, как начать можно, то это и закончить. Ай, и Бог, чтобы дать нас с вами даже... Замечание правильное, инженерная подготовка. Мы только покажем, как в ходе и дороги. Субтитры создавал DimaTorzok, Позавтра, господи. Доброты. Устремились.